Паня Беата стала настоящей такой душой этого проекта, нашим другом. Я даже думаю, а что же мы будем делать, когда проект закончится. Но я надеюсь, что наша дружба все равно подходит. Русская Варшава. Может быть, русская Варшава. Кстати, надо подумать, хорошая идея. Александр Ильич, вот это адреса. А, ну это адреса в интернете. Но теперь их через поисковик можно все находить, не обязательно запоминать эти длинные слова. Значит, я теперь с удовольствием предоставляю слово профессору Хирониму Граля, научному редактору проекта с польской стороны, профессору истории, который, по-моему, больше бывает в России, чем в Польше. Может быть, я ошибаюсь, но примерно вот по времени. Пожалуйста, пожалуйста. От моих врагов и от демокатов, что подозрите. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Чем отличаются и что сближает эти два проекта, о которых адресаемся? Насколько в этом как раз есть, я бы сказал, суть нашего дружеского замысла. По идее, наши проекты столь близки к себе, как античные дьоскулы, как «Кастовый полюс», по-славянски говорят, как «Кузьма и Демьян», хотя неизвестно, кто есть кто. Это действительно братские проекты, но рассчитаны на разные нужды, разные потребности пользователей, читателей, обывателей России и Польши. Вся из чем, для российского читателя, особенно петербургского читателя, который как настоящий петербуржец, даже в первом поколении настоящий петербуржец, любит очень сильно свой город и считает его, закономерно, центральным городом, местом земного шара, Конечно, ракурс простой. Это Петербург и Поляк, или поляки Петербург. Для польского пользователя это все-таки польский Петербург. Почему польский? Почему поляки делят города, европейские столицы, вот по такому порядку? Можно сказать «поляки в Лиссабоне», но никак не удастся сказать «польский Лиссабон». А можно сказать «польский Лондон», «польский Париж», «польская Вена», «польский Дрезден» и «польский Петербург». Хотя уж сложно было бы сказать «как раз польская Москва». Можно было бы, я сейчас 612. Ну, честно говоря, вот разница определенной перспективы. Чтобы понимать, что для поляков означает то, что мы вкладываем в эту фразу «польский Петербург», достаточно выйти перед это замечательное здание и посмотреть налево и направо. Значит так. Там у нас авиакасса, значит здание, которое построил Притякович. Дальше дворцовый мост. Это все-таки Андрей Пшеницкий, будущий ректор Польского Политического Университета в Варшаве. Посмотришь на лево, дом Мертенса, Лалевич. Дальше гостинный двор, где была лавка одного замечательного издателя, которому, чтобы заманить публику, у него играл на скрипке его кузен Ольже Гедрик Винявский. Чуть дальше костел святой Екатерины, где покоились остатки, все знают, последнего польского короля. Нет, там покоились остатки двух польских королей. Там даже, там все-таки тоже мощи Станислава Лещенского лежали одно время. И так далее, и так далее. Таким образом мы дойдем до лавры, потом будем ходить по перпендикулярным улицам, и получится такое, простите эту неприличную формулировку, но когда я смотрел на эти кнопочки на интерактивной карте, я надеюсь, что злейший враг польской нации в Петербурге не скажет, что это польский клубовник, поскольку там очень много таких, каких-то, я бы сказал, насекомых. Предупреждаю, их будет намного больше. И всех, которые считают, что польского присутствия здесь не было, они будут очень сильно кусать. Точнее, их совесть, если у них совесть. Этой польскости здесь было очень много, поскольку это был город, который в самые сложные времена принимал поляков, например, в университет, когда у них не было места, в родной Варшаве. Это был город, в котором могли реализоваться мечты и осуществляться проекты виднейших людей польской архитектуры, строительства. Но тоже удивительная карьера польских военных, военных, которые создавали достижения русской армии, а если надо, поголовно шли в польский восстание и создавали тогда будущие польские армии. Кто не выбил? Но думаю, что упомянута здесь уже по своим работам Тамара Михайловна назвала это явление в заглавии другой своей книги, не той, которую так часто упоминал господин Лейки. Национальность в Питерске. Это действительно национальность в Питерске. И те, которые потом в Польшу вернулись, и те, которые здесь остались. И те, которых остатки покоятся здесь, и те, которых остатки покоятся в Варшаве, которые прекрасно помнили тот город, который отличается, это уже говорю по своему опыту, от всех других городов мира. Это уникальный город, и наверняка он столь много питал в себя этих польских климатов, что действительно здесь поляк, как мало в каком-другом месте земного шара, может всегда чувствовать себя как у себя. За что, конечно, вам большое спасибо. Я думаю, что вот наша энциклопедия, наш совместный проект, показывая петербургскому и русскому читателю в эту польскую перспективу, будет этому способствовать. То, что польский читатель через наши сайты сможет войти в русскую перспективу и посмотреть на это с точки зрения российского представления о истории, российского менталитета, российского и петербургского мировоззрения, это тоже огромная ценность, поскольку это увеличает уровень знания, значит, увеличает взаимопонимание. Это избавляет от невежества, которое, как известно, есть мать предрассудков. И за этим проектом я нас всех поздравляю. Большое спасибо, что в ваших лицах, Александр Валерьевич, вашей команде, ваших сотрудников, мы нашли больше, чем партнеров, больше, чем однонышленников. Мы нашли настоящих друзей, и это такой вид дружбы, который позволяет мне поднять в воздух «Да здравствует интернационал ученых!» Спасибо. 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 Спасибо.